Добрый день. Денег всегда меньше, чем наших желаний. И это нормально, это даже очень хорошо, потому что именно мечты, желания и нереализованные потребности ведут нас и заставляют иметь больше. Другое дело, что часто деньги и желания существуют как бы параллельно. Ну то есть нам чего-то хочется, мы понимаем, что это невозможно, и эта мысль так парализует, что действовать дальше мы и не пытаемся. А вот это зря. Один из ответов на вопрос о том, как наладить отношения с деньгами, не воспринимать их как средство для затыкания дыр, а как ресурс, я нашла в книге «Самый богатый человек из Вавилона». Мысль такая – деньги, которые приходят к нам, мы часто не осознавая, сразу отдаем другим – продавцу в магазине, обувщику за ремонт сапог и так далее. Отдаем понемногу – все, и деньги уходят, потому что нам они не нужны. Поэтому оставьте часть полученного в этом месяце дохода себе, даже совсем небольшую сумму. Там еще много полезных мыслей. Бизнес-тренер Роман Аргашоков в интервью недавно рассказал, что именно в этой книге он обнаружил способ правильного обращения с долгами и смог отдать их вовремя. Книга есть в сети. Это правило денег. Редактор субтитров А.Семкин